1988 год. В центре Витебска во враге разворачивается грандиозная стройка. Город должен принять фестиваль всесоюзной песни. К празднику на несколько месяцев возвели концертный зал под открытым небом. Мастера не подвели, а в качестве награды стали зрителями первого в истории летнего амфитеатра концерта. После здесь звучали аккорды всесоюзного фестиваля польской песни. Витебск принимал его впервые, а уже в 1992 году здесь свою историю начал создавать первый международный, тогда еще просто музыкальный фестиваль «Славянский базар». Публика настолько была предана своим кумирам, что даже под зонтами сидела на часовых концертах. И к 15-летию над летним амфитеатром возвели крышу, надстроили этажи с гримерками и кафе. Сегодня это уже история, которая бережно хранится и с каждым годом обновляется в духовском круглике. На фото все моменты, от бумажных декораций сцены до артистов мировой величины. Запечатлен здесь и момент встречи трех президентов – Белоруссии, России и Украины. Эти страны стояли у истоков форума, объединяющего народы, культуры и традиции. Фестиваль таким и остался. На Витебском форуме только что не было гостей из Антарктиды. За годы существования фестиваля его посетили представители более чем из 70 стран из пяти континентов. У нас представлена и аппаратура первых фестивалей, что особенно ценно, особенно интересно для наших посетителей. В первую очередь это и магнитофон, и микрофон, которые держали в руках гости, участники первых фестивалей. Ну и, конечно же, фотографии. Фотографии, которые рассказывают нам буквально всю историю Славянского базара. Изменился фестиваль разительно масштабами участниками программы. На втором международном музыкальном фестивале участникам выдавали вот такие бейджи. Кроме имени и фамилии здесь указывалась и программа форума, но она была настолько скромной, что помещалась на обратной стороне. Тогда это был всего лишь конкурс молодых исполнителей и концерты мастеров искусств. Сегодня базар – это более 160 мероприятий, театральные встречи, перформансы, кукольный квартал, выставки, ярмарки. Такую популярность фестиваль получил и благодаря Родиону Басу, основателю главного музыкального события страны. Его проект прославил Витебск и сыграл весомую роль в межгосударственных отношениях не только славянских стран. Сегодня заслуженному деятелю культуры, почетному гражданину Витебска, вице-президенту Фидов на здании дирекции фестиваля открыли памятную доску. Те, как Родион Басу, не уходят без света. Они остаются в памяти тех, кто их знал, своими добрыми делами, своими человеческими поступками. Мне сегодня даже с дрожью в голосу я вспоминаю о нем, ну, как об учителе, друге, как о великом человеке, который сделал очень много для города, республики, чтобы Витеб стал известен во всем мире. Сегодня Славянский базар начинает писать новую страницу своей истории. На шесть дней город окунется в атмосферу василькового настроения.